Первый уровень инвестигейтер когда-то начинался точно так же. Главный герой оказывался на причале, после чего направлялся к отелю. Он смотрит на фото, чтобы убедиться, что это тот самый отель, который ему нужен. Открывая дверь, главный герой слышит позади себя шум. Он оборачивается и видит убегающего оленя. Попадая в отель, он сталкивается с чем-то мистическим и необъяснимым. Он видит кровь на полу и начинает изучать улики, чтобы разобраться в том, что здесь произошло. Он устанавливает, что жертва потеряла много крови, вероятно в результате ранения и падения со второго этажа. Наверху он находит следы борьбы на полу и сломанные перила, что подтверждает его гипотезу о том, что жертва свалилась вниз. Он продолжает исследовать отель, но все комнаты оказываются закрыты, кроме одной. Там на столе он находит пепельницу с еще дымящейся сигаретой, из чего делает вывод, что убийца возвращался на место преступления, чтобы скрыть улики. В этот момент раздается стук в дверь и детектив решает узнать, кто это, но за дверью никого не оказывается. Он уже собирается уходить, как внезапно раздается сильный взрыв и отель охватывает огнем. Спасаясь от пожара, детектив бежит вниз и пытается добраться до входной двери. Но потолок начинает рушиться и выход оказывается перекрыт. Единственным спасением остается дверь в подвал. Главный герой добирается до нее и на этом уровень заканчивается. Впрочем, не совсем. Сохранилась старая сборка, в которой можно увидеть несколько другую вариацию отеля. Но, к сожалению, некоторые текстуры и материалы не удалось восстановить. В этой версии еще не было улик, которые может исследовать главный герой. Но была интересная сценка с воронами и скримером за окном. На столе рядом с пепельницей лежал ключ, но подобрать его мы не могли. После чего стук выманивает нас обратно в коридор. Снова происходит взрыв и Томас пытается бежать. Да, между прочим, во всех версиях Инвестигейтор главного героя всегда звали Томас. Менялись только фамилия и его история. Он добегает до дверей в подвал и спускается вниз, оказываясь в сырых подземельях под отелем. Он чувствует себя плохо, он обожжен и ранен, но ему ничего не остается, кроме как продвигаться вперед. Осматриваясь, он замечает множество расставленных вдоль стен свечей, как будто это помещение специально было подготовлено для некоего неизвестного ритуала. По каменным ступеням он спускается в большой зал, осматривается и не замечает никакого другого выхода отсюда. Внезапно он слышит чьи-то шаги и принимает решение немедленно спрятаться, чтобы из своего укрытия незаметно понаблюдать за неизвестным посетителем. Он видит, что кто-то спускается в подвал следом за ним. Человек в жуткой белой маске и с оружием в руках. Он подходит к стене напротив, останавливается и подозрительно смотрит вокруг. После чего происходит нечто невероятное, человек бежит прямо в стену и скрывается в ней. Если вы помните ранний сюжет, перемещаться по локациям планировалось через специальные знаки секты на стенах. И первый знак должен был быть расположен на этой самой стене. В подвалах под отелем. Также здесь можно было увидеть гигантскую рыбу, наподобие той, что висит на стене в рыбацкой хижине. Другое расположение лампы, физические предметы, которые способны тонуть и плавать. Вместо бочек были использованы деревянные корзины. Призрак самого главного героя перед отелем. И кстати, лампы были физическими, их можно уронить, если столкнуться с ними. Полюбуйтесь, какой прекрасный вид. Птицы разлетались из-под ног, бочки можно было обыскивать и ничего в них не находить. Ну и Джонни, конечно же, присутствует на своем месте. Однако, если посмотреть в окно изнутри отеля, он пропадает. Внутри отеля также имеется обыск некоторых полок и ящиков и загадочное окошко в стене. В ранних версиях инвестигейтор присутствовало обучение. Игроку предлагалось посмотреть наверх, вниз, подойти к столу и взаимодействовать с предметом. В этой же версии лампы изменили цвет, а игрок потерял способность прыгать. Комментарии тоже несколько отличаются от финальной версии. Ну а Джонни спрятался в кустах. Добавлен комментарий к дымящейся сигарете и другие мелкие отличия, на которых я не буду заострять внимание. 23 февраля 2015 года появилось видео с геймплеем Инвестигейтор, в котором персонаж находит дробовик и пытается отбиться от врагов на локации тюрьма. Прежде всего выясняется, что лампы разбиваются выстрелом и начинают красиво искриться, что в наступившем полумраке выглядит очень эффектно. Как только мы откроем решетки и пройдем дальше, громкий сигнал оповестит всех противников о нашем приближении. И они тут же нас тепло встречают. Противники выглядели весьма опасно и при этом действовали достаточно умно, эффективно используя укрытие. Были реализованы взрывающиеся бочки, а также другие предметы, которые можно повредить выстрелом. Дизайн локации тоже во многом отличался от того, какой она станет в будущем. 1 марта 2015 года разработчик сообщает, что полностью отказался от шутерной части игры, а потому то, что мы видели ранее, больше было не актуально. Полностью текст звучит следующим образом. На днях я выкладывал видео, в котором демонстрировал, скажем так, шутерную составляющую игры, от которой я отказался, потому что перестрелки убили бы всю атмосферу. На данный момент я хочу показать вам несколько скриншотов из игры. Автор сообщил, что добавит зимние локации, на которых мы будем делать все, чтобы не замерзнуть и добраться до намеченной цели. 5 марта 2015 года автор выкладывает видео, в котором демонстрирует игру на ультра настройках. Графика выглядит превосходно, поскольку игра разрабатывалась на движке CryEngine, а создатель игры – один из тех немногих людей, которые умеют этим движком пользоваться. Также автор показал редизайн некоторых локаций, которые изменились по ходу разработки. Вскоре после этого игра кардинально меняет свою концепцию. Бывший детектив переквалифицировался в Охотника за артефактами. Автор пишет следующее. Дабы не опережать события, скажу, что над сюжетом еще нужно очень долго думать. То, что я написал, это, скажем так, наброски, но точно с уверенностью могу сказать, что игра будет об артефактах и главном герое-страннике. Он Охотник за артефактами, пока на этом все. Так что же написал автор и в чем заключался сюжет? Позвольте я зачитаю. 10 ноября 2050 года. Когда человечество уничтожило все, что имело, надежды на светлое будущее больше не осталось. Бесконечные войны за территории, за власть превратили многие города в руины. Большинство людей умерли от голода, многие от пуль бандитов. Казалось, это конец, конец человечества. Но внезапно там, на небе, над нами сжалились. Единственной надеждой были артефакты, которые обладали невероятной силой исцеления. Артефакты обладают полезными свойствами, но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Они имеют и побочные эффекты, такие как мутация, постоянные галлюцинации и потеря контроля над своим телом. Обычно артефакты можно найти в скоплениях аномалий и чрезмерной растительности вокруг них. Меня зовут Томас Батлер. Я охотник за артефактами. Я не единственный охотник, но я, наверное, единственный человек, который использует артефакты по назначению. Зачем мне все это нужно? Так я зарабатываю себе на жизнь и спасаю жизни многих людей. Существует так называемая колония, в которой живут люди, где действует правительство, есть все условия для жизни, но нет хорошей медицины. На днях странная болезнь пришла в колонию. Люди начали умирать день за днем. Моя задача, как можно быстрее отыскать артефакт. Все-таки на сей раз правительство платит двойную цену. Судя по разведданным, артефакт может находиться только в одном месте. Это снежный пик. Дорога предстоит не близкая, но это, похоже, наиболее вероятный вариант найти артефакт. В ранней версии уровня 7 оригинального Инвестигейтер, который скорее всего и является упомянутым снежным пиком, где нам предстоит найти артефакт. Когда мы попадаем в домик, главный герой сообщает, что это хорошее место для того, чтобы сделать перерыв, но здесь очень холодно. Все так же мы отправляемся на лесопилку, чтобы раздобыть дрова для обогрева. Но вместо этого находим нечто другое. Человека, который по всей видимости застрелился, оставив предсмертную записку. Записку невозможно прочитать, но я знаю, что в ней было написано. Человек, возможно, еще один охотник за артефактами, сообщает о том, что артефакт порождает у него невыносимые кошмары, и он больше не может этого терпеть. Он просит нас забрать артефакт и уничтожить, ни в коем случае не оставлять его себе. И раскрывает место, где он спрятал его, в кабине старого разбившегося самолета неподалеку от деревни. После чего забираем дрова, так как они нам все же нужны, и направляемся к самолету для того, чтобы забрать артефакт. Вопреки предупреждению, герой оставляет артефакт себе, что очевидно плохо для него закончится. В DLC Investigator Survivor Update, который вышел 2 февраля 2018 года, автор все же добавляет необязательную задачу по поиску артефактов. Первый из них скрыт на первом уровне. Для того, чтобы его найти, находим портал под старым дубом и заходим в него. Оказываемся в неизвестном месте, откуда нет выхода. Идем по узкому переулку между домами, в конце упираемся в тупик и поднимаем наш первый артефакт. Следующий находится на втором уровне, за поленицей с дровами. Если мы их найдем, получим ачивки под названием Stalker и Stalker 2. В ходе этого сюжета также планировалось, что мы побываем на причале в старом мотеле, где главный герой давал очень много комментариев, осматривая окружающие предметы. Попадая в мотель, он никого не видит, но слышит странные звуки наверху. В единственной открытой комнате он находит записку, которая гласит «Осторожный охотник, никогда не знаешь, что тебя ждет». И все это оказывалось только сном главного героя. Субтитры создавал DimaTorzok